что вас больше степени интересует повышение укрепление или усиление иммунитета ну чтобы вы не искали принципе это практически одно и то же а каким путем вы хотите пойти более сложными тернистым или более простыми исполнением если вас поведут первым путем вам будут рассказывать что недели месяцы годы вы должны будете прилагать титанические усилия в борьбе за тот самый иммунитет ну а лучше в течение всей жизни я предлагаю вам совершенно другой путь более легкий а потому исполнимый и соответственно более эффективный конечно я не повышу вам иммунитет вот так я не золотая рыбка но я подскажу как это делать легко и просто подскажу вам фишки и индикаторы которые показывают вам что где-то ваш организм уже страдает где-то ему чего-то не хватает кстати если вам нужно не только повышение иммунитета но и какие-то другие вопросы вы хотите решить по своему здоровью вы видите на моем канале несколько сотен видео вы можете легко подписаться одним кликом на мой канал и получать все уведомления все обновления числе первых не самым первым потому что вы видите сколько подписчиков уже на канале есть ну а что касается моего способа поднять иммунитет первое что вы должны сделать посмотреть в зеркало если у вас есть и регулярно присутствуют темные круги под глазами это говорит том что вы работаете более интенсивно чем отдыхаете а когда вы работаете на своей работе ваша иммунная система не имеет возможности у нее нет ресурсов для того чтобы работать тоже эффективно поэтому первое что вы должны делать ведь увидев темные круги под глазами каждое утро это дать себе полноценный отдых чуть дольше ночной сон чуть больше в перерыве вы себя разгрузили чем нагрузили и уже ваша иммунная система начинает подниматься фишка вторая если у вас ровная нервная система вам без разницы все стрессы которые вас окружают ваша иммунная система лучше будет работать более эффективнее работать если же вас даже внутренне не говоря внешних реакциях появляется раздражительность агрессивность это говорит о том что ваш мозг не видит полноценного состава крови там нет полезных веществ для его работы там нет чистой крови там есть токсические вещества а параллельно не менее интенсивно работает ваша иммунная система причем когда иммунологи посчитали знаете количество клеток в организме человека измеряется величиной 10 в 13 степени количество иммунных клеток это 10 12 степени то есть каждая десятая ваша клетка из клеток иммунной системы если вы весите 60 килограмм то 6 килограмм у вас клеток иммунной системы это очень серьезная вещь это очень серьезная величина они держат мощнейшую армию знаете почему потому что только в непосредственной связи с вами то есть на кожных покровах дыхательной системе и в пищеварительной системе находится количество бактерий которые измеряется величиной 10 14 степени то есть их в десять раз больше ваших собственных клеток и в тому и держит организм такую армаду которая должна все это сдерживать если бы только вот такой близкий контакт был опасен когда вы делаете вдох каждый кубический сантиметр наперсток городского воздуха это миллион бактерий при легком таком вдохе 500 800 миллилитров вы вдыхаете 500 800 миллилитр миллионов патогенных бактерий хороших бактерий нету все бактерии одними или двумя глазами смотрят на человека как на питательную среду поэтому хороших не бывает есть патогенные откровенно патогенные есть условно патогенные по-другому называется профитами а есть особо опасные инфекции у тебя бактерии лучше не встречать те убивают человека до того как любая самая сильная иммунная система выработает защиту это очень опасная ситуация и как только вы попадаете в зону агрессивности раздражительности или раздражительной слабости зону депрессии все вот это говорит о том что ваш мозг сигнализирует ваша иммунная система не работает оптимально у нее нет ресурсов нет возможностей и что вы должны сделать ну что советуют некоторые для очистки а вы поголодайте знаете ну от того что мы страны африки где много голодающих людей переведем на лечебное голодание скажем ребята пейте воду будет вам счастье знаете дети пухнуть от голода не перестанут здоровье от этого не повысится поэтому лечебное голодание это способ еще раз проверить свой организм на прочность нельзя таким образом делать соответственно все ограничительные диеты отпадает по факту слова ограничительные только вы что-то ограничиваете все сожалению деток не прописывают ограничительные диеты есть правда ограничительная диета где устранен гастрономический мусор всякая гастрономическая химия называется правильное сбалансированное питание вот это деду пожалуйста по жизни на всю жизнь не вопрос не стоит испытывать свой организм в этой ситуации и другими стрессами некоторые говорят да ты позакаляйся там обливайся холодной водой по маржу маржевание обливание холодной водой точно такой же стресс как и любой эмоциональный стресс который вы можете встретить как пищевой стресс под названием лечебное голодание или ограничительная диета ни в коем случае этого нельзя делать стрессовые гормоны никогда не повышали мути он всегда его только подавляют больше того повышает еще уровень холестерина уровень сахара в крови повышает мышечный тонус частоту сердца давление повышает куча проблем возникает под действием стрессовых гормонов и самое неприятное подавление иммунитета если вы хотите подавлять иммунитет если он у вас шикарный да ныряйте в прорубь если ваш иммунитет не самый лучший обходите прорубь стороной и подальше чтобы случайно туда не провалиться третий момент который хорошо бы вам выполнять это регуляция того что вы имеете самый простой способ контрастный душ но горячая вода не выше 39 градусов а прохладные не ниже 20 лучше не ниже 22 вот обрабатывая кожу таким диапазоном температур вы тренируете сосуды кожи автоматически регулируется нервная система потому что как только вы обрабатываете умеренно горячей водой возникает одни импульсы в иммунную систему вернее в нервную систему только прохладные другие вот такая отрегуляция позволит вам отрегулировать и нервную систему и эндокринную систему и заодно иммунную систему но контрастный душ может отрегулировать только то что вы уже имеете более холодная вода это стресс я вам сказал это плохо более горячая вода тоже не советую а тем более бани сауны любой перегрев вредит организму особенно если вы видите темные круги под глазами знаете почему потому что когда есть темные круги под глазами у вас густая кровь только вы начинаете перегревать свой организм организм защищаясь от перегревания пытается охладиться охладиться он может одним путем испаряя воду из своего организма испарение воды это увеличение вязкости крови и резко увеличивается кардиологический риск и вас уже не иммунитет будет интересовать а ближайшая кардиореанимация это если скорая помощь успеет довести потому что критическое увеличение вязкости крови приводит тому что либо в лучшем случае разорвутся сосуды будет инфаркт либо инсульт в худшем случае просто останавливается сердце человек падает просто теряет сознание очень быстро умирает то что этого делать не стоит подтверждает статистика смертность на украине на сегодняшний момент очень интересно 9 месяцев от 2013 года 66 процентов людей умирает от проблем сердца и сосудов чем очень многие в молодом трудоспособном возрасте вы не задумывались о том что частота инфарктов и инсультов диапазоне 20-100 лет увеличивается в 100 раз знаете почему потому что в 20 человек считает здоров и может себя загружить в 30 он считает себя все еще здорово может загрузить себя по полной программе 40 50 он еще не ощущает особых ограничителей по здоровью и вопрос на каком этапе своей жизни он даст запредельную нагрузку резко увеличить гаскость крови остановить себе сердце от человека зависит понимание вот этой ситуации поэтому не стоит доводить себя до стрессовой ситуации любым путем то ли термическим стрессом холод или горячая обработка то ли эмоциональным стрессом доведяя себя какими-то реакциями до определенного состояния то ли физическим стрессом то ли гастрономическим стрессом когда химии навлатались продуктами питания любой путь увеличивать гаскость крови поэтому контрастный душ очень хороший регулятор иммунитета но регулятор того что вы внесли в свой организм до этого поэтому если вот выполняя вот эти три условия первых ваш иммунитет поднялся и вы себя прекрасно чувствуете отлично значит по питанию вы все делаете правильно если же вот эти три фактора не привели к должному повышению иммунитета или вы не уверены в правильном питании которые вы применяли к своему родину до этого тогда смотрите видео дальше четвертый фактор который нужно было бы изменить для повышения иммунитета это регулярное использование пряностей вы можете использовать традиционный у славян пряности лук чеснок и пряные растения пожалуйста что он дает пряности они раздражают во первых проходя через горло раздражают область горло повышает место иммунитета попадая в желудок они раздражают желудок усиливают секрецию желудочного сока и вряд ли вы будете есть горчицу или хрен ложками обычно вы при этом используете их как на масочку такую слюнка пошла как соус к мясу к рыбке и они вам нужны вот именно они вам нужны для повышения иммунитета потому что полуценное переваривание куска мяса или рыбы даст вашему организму бонус виде нужного количества аминокислот для выработки интерферона антител для того чтобы вырабатывать не просто иммунные клетки а злые агрессивные клетки которые будут съедать все чужое в вашем организме и неважно это бактерии будут это вирусы будут это старые клетки которые уже служили свой срок или будут это раковые клетки которые образуются у любого и каждого ежедневно несущественно на кого набросятся эти иммунные клетки главное одно чтобы у них были ферменты достаточного в достаточном количестве для того чтобы все это переварить ну кстати еще одна мишень для иммунных систем это все-таки токсины которые производят и вирусы и бактерии которым мы их и определяем фактически по интоксикации то что они шалят слишком сильно вашем организме то что незаметно это старые клетки это онкоклетки на ранних стадиях это незаметно попозже это будет видно потому что они постепенно издашивается поэтому пряности обязательно но одними пряностями сыт не будешь поэтому тут немножечко нужно будет и оптимизировать питание самое важное что нужно сделать но и говорят про завтрак нет знаете для того чтобы наладить все правильное питание первым движением вы должны изменить свой ужин как только вы облегчите ужин как только вы внесете туда продукты которые во первых легко перевариваются а соответственно быстро усваиваются тут вы создаете великолепный бонус и для своего организма и для своей иммунной системы потому что когда человек на ужин кушает много он целый день проработал времени на обеденный перы у него не было он пришел голодный дом что делает голодный человек кушает все кушать не просто все но и побольше чего это приводит примерно стакан еды кровь попадает в виде литровой банки когда вы съедаете два стакана 2 литровой банки объем крови у среднего человека в районе 3 3 с половиной литров смотрите какую нагрузку испытывает сердце и сосуды когда внезапно увеличивается объем циркулирующей крови а когда туда попадает не просто вода попадает вода с продуктами пищеварения резко увеличивается и вязкость крови один из индикаторов того что вы переели это чувство насыщение после еды это снижение работоспособности вот это говорит о том что кровь более густая мозг не получает свой кислород появилась гипоксия мозга и у вас появились такие реакции а сто лет назад инфаркты называли ресторанной болезнью поэтому вот нескромный ужин приводит тому что увеличивается нагрузка на сердце и сосуды вас уже не иммунитет будет интересовать а когда жить до утра как не умереть ночью от инфаркта инсульта как не остановить себе сердце пустой крови это разные вещи иммунитет не имеет значения поэтому когда вы уменьшите себе объем ужина уменьшить его легко и для этого нужен небольшой полдник то есть за 3-4 часа до ужина у вас должен быть легкий перекус тогда вы приходите домой в хорошем настроении знаете почему женщины придумали они знают реально знают физиологию они правильно говорят что путь к сердцу мужчины лежит через желудок только мужчина пришел голодный он автоматически злой и агрессивный но не он плохой мозг его не видит полезные питательные вещества пусто в крови и он мужчина охотник ищет добычу а дверь открывает жена первых несколько раз с улыбкой голодному мужчине по другому а дальше она будет с опаской открывать дверь поэтому если вы хотите все таки чтобы мужчина был хорошим иммунитетом хорошей работоспособности уделял вам должное внимание не забудьте положить ему пару бутербродов с собой чтобы он их смог за пару часов до появления дома перекусить потому что вот такое возлияние да но заканчивать в лучшем случае человек ну скажем так просто потеряет возможности сердца за эту ночь плохо если он заработает ночью инфаркт либо инсульт но эта ситуация ну скажем так предотвращаемые но вы знаете он может еще вечером оказаться в сложной ситуации потому что когда долго человек не кушал съел вкусную пищу а еще сдобрил ее за лучшего пищеварения напитками алкогольный возникает совершенно другая ситуация все эти факторы стимулируют поджелудочную есть возможность перевести хронический панкреатит в острый что такое острый панкреатит ну в хирургическом отделении это 85 процентов летальность и 15 процентов инвалидов у которых в принципе по жизни очень высокая вероятность сахарного диабета не знаю что лучше но на мой взгляд лучше все таки перекусить поэтому такой вот перекус заполнников даст возможность спокойно контролировать аппетит за ужином и все прекрасно и вот если вы это сделаете два движения я вас уверяю утром когда человек просыпается вы будет нормальный хороший здоровый аппетит чтобы съесть ту пищу которой нужно он выделить достаточное время на прием пищи потому что ночью будет спать восстанавливаться а не переваривать пищу и бороться с продуктами гниения потому что когда пища попадает обильном количестве в пищеварительную систему на ночь пищеварительная система человека работает при этом очень слабо аппатогенные бактерии очень хорошо им без разницы когда вы их накормите главное чтобы ваша пища пищеварительная система отдыхала она отдыхает ночью когда человек спит а днем когда он волнуется выключается пищеварительная система в стрессе поэтому пока вы не научитесь вот это все делать все легко и просто но это очень просто по большому счету с утра перекусив человек вкладывает да для душу было на чем работать вы же от машины мало чем отличаетесь не различаетесь вы можете ездить с пустым бензобаком на честном слове машина не поедет вы можете ездить но когда одна клетка или один орган работает он вынужден обкрадывать другие зачем зачем это нужно зачем нагрузить мышцу чтобы она обкрадывала мозг зачем нагрузить мозг обкрадывал печень и почки и смысле на это надо подгрузить пищу в этот организм чтобы ему было на чем работать тогда все прекрасно тогда все великолепно поэтому хороший нормальный завтрак то что говорят все диетологи 60 процентов пищи должны попасть в первые полные дня до двух-трех часов дня 60 процентов калорий поэтому вот здесь вот пищу вы должны нагрузить и использовать во время работы и все будет прекрасно и вы будете работать хорошо и ваша иммунная система самое главное в безопасности будет ваше сердце и сосуды потому что раздробив на несколько приемов пищи те которые вы сегодня имеете вы повышаете рейтинг своей сердечно-сосудистой системы и закладываете фундамент не просто для крепкого иммунитета вы для долгожительства знаете для оптимальной работы печени достаточно мужчине 4 женщине 5 раз и покушать а для хорошей работы сердце и сосудов 6 7 все просто просто объем крови испытывает возможности сердца и сосудов выдержит ну считайте в этот раз повезло не выдержит ну тогда появляются характерные диагнозы поэтому так делать не нужно делайте все правильно это легко и просто все делается просто важно поставить перед собой цель что вы хотите поработать завтра несмотря ни на что знаете через силу или жить хорошим иммунитетом безопасность долгие годы десятилетия активно работать плодотворно выбор каждый делает для себя и за себя чего не стоит делать это цитрусы вы знаете они хороший источник витамина c но не стоит ими перебирать до того знаете и они хороши случае если вы реально заболели гриппом какой-то простудой то есть вот там да бактерии и вирусы не очень любят кислую среду поэтому туда подкладывать а так в обычных условиях пока вы не заболели не стоит использовать большие дозы почему потому что витамин c тоже никогда не был повышением иммунитета да он оптимизирует проницаемость сосудов он оптимизирует обмен веществ но в дозе небольшой если вы перебрались дозы появляется хрупкость сосудов и патологическая проницаемость вот этого делать не стоит потому что здесь никакой иммунитет вам не поможет больше то сердце и сосуды они не вечны они при этом очень быстро изнашиваются и проблемы рано возникает поэтому так лучше не делать цитрусы вы не злоупотребляйте они да они есть в рационе но небольшие количества ну если вы вот так будете делать я вас уверяю что принципе ваша иммунная система и все остальное будет работать хорошо если полезна была вам эта информация знаете не забудьте отметить плюсиком я вам буду признателен если вы считаете что она нужна другим людям вашим друзьям знакомым родственникам пожалуйста не вопрос делитесь соц сетях вы можете показать это видео своим знакомым не проблема если вам нужно больше информации о здоровье укрепление иммунитета о каких-то решениях более частных таких локальных задач не вопрос контакта вы видите вы легко можете ко мне обратиться получить ту информацию которую вам нужно а я подумал какое видео вам еще написать а а а Продолжение следует...